Праздник на планете В 1991 году поднялся полный рост и сражался за нашу победу, за единство страны, за советскую власть. Мы не дрогнули в 1993 году, когда расстреливали ельцинисты наш парламент, советскую власть. Мы не сломились в 1996 лживом, когда воровали и приписывали голоса Ельцину. Мы удержались в 1998 после дефолта, сформировав правительство левоцентрическое народное во главе с Примаковым, Масляковым и Геройченко. Мы тогда помогли в считанные месяцы спасти финансы и страну, которая разваливалась снова на глазах. Мы восстали против двух войн в Чечне, требуя мирного решения и в конце концов добились этого. Мы вместе с братьями белорусами возрождали великую союзную державу и заложили основы нового союза, который будет мощнее нашей державы, ибо планета чувствует, что американский глобализм всем сегодня наступает на горло. Мы создавали народные предприятия, которые сегодня стали лучшими в стране и даже в условиях кризиса за последние 10 лет 3-5 раз увеличили объемы производства, никого не бросили и создали необходимые условия прежде всего для тружеников. Мы возродили пионерскую и комсомольскую организацию, создали мощный государственно-патриотический союз, который предложил программу вывода нашей державы из тяжелейшего кризиса. Сегодня на Красной площади прошел парад. Он шел в лучших традициях великой союзной державы. Основная техника была произведена инженерами, учеными и рабочими великой советской страны. Путин вспомнил и Советский Союз, и Советский народ. Если бы еще добавил, что победили под руководством Компартии и генерализм Сталина, была бы восстановлена полнота нашей истории. Но накануне в Кремлевском дворце впервые мы вместе с деятелями искусств давали великолепный концерт, который вчера показывали по первому каналу телевидения, где нам предоставили право открыть этот концерт, и 6 с лишним тысяч, в основном детей войны, смотрели удивительные кадры. Впервые за последние 25 лет там показали речь Сталина 7 ноября 1941 года, когда он обратился к братьям и сестрам и прямо заявил «Враг будет развит, победа будет за нами». Этих кадров страна последние 25 лет не видела. И сегодня, увидев, что ее снова окружают натовцы и глобалисты, сегодня снова душат державу со всех сторон, почувствовали, лишь опираясь на мощь, тысячелетнюю мощь нашей страны и нашей победы, можно одержать новые победы. Но я хочу напомнить, с чего начинался этот позор и маразм. С попытки отделить народ от руководителей великой союзной державы, попытки очернить Ленина и Сталина, и ленинско-сталинскую модернизацию, которая собрала распавшуюся империю и за 20 лет увеличила ее потенциал в 70 раз, которая разгромила отборные полчища Гитлера, который собрал под свои знамена фактически всю континентальную Европу. Самое главное сегодня, мы должны помнить, что мы дети победы. Мы ее отстояли, мы ее защитили, мы высоко подняли красное знамя труда, знамя октября, который водрузили над Ристагом, и оно сегодня снова гордо веет, в том числе и на главной площади, красной площади страны. Но в этот чудный праздничный день хочу вам напомнить то, без чего невозможны новые победы. Бывало, придешь в аудиторию, победил народ, а руководителей не было. Слушайтесь в интересные короткие стихи. Ну что тут спорить, вождь или народ, врага повергли в той войне кровавой, без командира даже взвод не взвод. Кто б без Петра был шведов под Полтавой, без Дмитрия Донского кто к полке, привел на сечу поля Куликова, не выбросить из песни ни строки, а из строки бывает даже слово. Мы говорим, Кутузов и встает в глазах война 12-го года. Тогда, конечно, победил народ, но есть лицо живое у народа. Народ и львож. Но как их разделить? Вожди они в истории, как вехи, если нам при нем случилось жить, как позабыть об этом человеке? Неразделимы Ленин и Октябрь, народный гнев и разин с Пугачевым. Не надо только путать вождь и царь по смыслу. Это разные два слова. В войне, конечно, победил народ. Ему во праву быть на пьедестале, но никогда никто не зачеркнет. Народ к победе вел товарищ Сталин. Ура, товарищи! Ура, наши победия! Ура, народу-победителю! Ура, нашей партии! Ура, патриотическим силам! Да здравствует великая дружба! Мы должны сегодня помнить, что у нашей партии страны много верных друзей. Сегодня с нами здесь, на этой трибуне, шесть героев легендарной Кубы. Давайте их поприветствуем и поздравим с нашим общим праздником, великолепных героев-кубинцев. Они по 15 лет отсидели в тюрьме, отстаивая свободу Кубы, уберегая ее от новых провокаций и злоумышленников. Это подлинные герои, которых мы пригласили и которые сегодня вместе с нами. Ну а бывшие партнеры, союзники американцев, американцы, сегодня, в День Победы, в двух километрах от границ России проводят военные маневры, собрав под свои знамена один из страны впервые. В Эстонии участвуют в военных учениях и финны, и шведы, не будучи членами НАТО. Они сегодня демонстрируют свою технику. В Тишиневе мой отец начинал защищать державу. Молдавий сражался за Одессу и был смертельно тяжело ранен под Севастополем, но выжил. Сегодня американцы и натовцы пытаются поджечь и южные границы. Это не союзники, не друзья. Это новые последователи гитлеровских приспешников, но они должны помнить, чем закончил Гитлер и кто подрузил красное знамя октября, знамя победы над Рейстагом. Наше дело правое. Любой враг будет разбит, победа будет за нами. Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok